Смогут вычислять владельцев и администраторов анонимных телеграм-каналов. Два года назад в России концерн «Автоматика», который входит в корпорацию «Ростех», совместно с петербургской IT-компанией «Хантер» начал разработку программного комплекса, который позволяет в целом бороться с телеграм-каналами. Уже в этом году «Ростех» планирует продавать программное обеспечение силовым структурам МВД и ФСБ. Эту информацию опубликовали журналисты издания «Медуза» и «Зебелл». Детальней в нашем материале далее. «Охотник» — информационно-аналитическая платформа для анализа по открытым данным, которую можно использовать, чтобы расследовать киберпреступления. «Медуза» и «Зебелл» выяснили, что её можно также применять, чтобы узнать, кто владелец и администратор телеграм-каналов. Журналисты расследования, пообщавшись с тем, кто был знаком с деталями разработки, узнали, что программа может идентифицировать личности администраторов телеграм-каналов по номеру мобильного телефона, данным геолокацией и IP-адресу. Если верить техническому описанию программы и словам собеседника, «Охотники» следуют источники открытых данных, социальные сети, блоги, форумы, мессенджеры, доски объявлений, блокчейн и криптовалют, ресурсы, даркнета и государственные автоматизированные сервисы. Ирина Панкратова, Светлана Рейтер, журналисты для «Зебелл» и «Медузы». По данным собеседников, авторов расследования, Ростех планирует продать разработку «Охотник» силовым структурам. Речь идёт о подразделениях ФСБ и МВД России. По словам источника, стоимость системы может составлять несколько сотен миллионов рублей. «Охотником» в Ростехе руководят директор по особым поручениям Василий Бравко и бывший сотрудник ФСБ Павел Селезнёв, пишут журналисты. В последние годы на Ростех телеграм-каналах обрушились тонны компромата. Только в августе 2022-го компанию Ростехи Чимирезова, директор Ростеха, упоминали в Телеграме более 6100 раз. И эти посты совокупно собрали более 3,2 млн просмотров. Данные крупнейшего сервиса для аналитики телеграм-каналов «Тиджи Стат». Доля негатива в этих сообщениях весьма велика. Ирина Панкратова, Светлана Рейтер, журналисты для «Зебелл» и «Медузы». Летом 2022-го года на создатели анонимных российских телеграм-каналов начали массово заводить уголовные дела, пишут авторы расследования. Во всех случаях их обвиняют в вымогательстве денег за блок на негатив, когда телеграм-каналы соглашаются не писать негативные посты о ком-либо в обмен на денежное вознаграждение. Один из собеседников журналистов, автор собственного телеграм-канала, объяснил, как это работало. До массовых арестов админов было три вида платных услуг. Иван Иванович – молодец, политик, лидер и борец. Иван Иванович – полная *** и блок на любое упоминание Ивана Ивановича. Ирина Панкратова, Светлана Рейтер, журналисты для «Зебелл» и «Медузы». Так, например, в августе прошлого года российскую журналистку Александру Боязитову арестовали на два месяца. Обвинили в вымогательстве денег у топ-менеджера «Промсвязьбанка» – банка подконтрольного «Растеху». По версии следствия, Александра Боязитова, а также другие фигуранты дела – Ольга Архарова и Инна Чурилова – вымогали крупные суммы за так называемые блоки в телеграм-каналах. Речь идет о неразмещении негативной информации об определенных лицах. Боязитовой грозит до 15 лет лишения свободы. Я так согласно написала статью о том, что мы сейчас у нас плохое положение на Украине из-за того, что в Государственном оборонном конкурсбанке воруют оборонзаказ. У меня были доказательства. А папа, председатель управления «Промсвязьбанка», если помнить, он был директором СВР, и фактически он развалил все СВР, иначе операция в Украине прошла бы, как и планировал Матмир Владимирович, буквально за две недели. Илья Давлячин, журналист оппозиционного в России телеграм-канала «Можем объяснить», рассказывает, что Кремль пытается навести порядок в популярной соцсети с начала полномасштабного вторжения России в Украину. По словам Давлячина, в телеграм перешло большинство независимых СМИ. Их редакция, например, в полном составе покинула Россию и сейчас занимается расследованиями и публикует их исключительно в телеграме. Понятное дело, что многие из сотрудников этих телеграм-каналов находятся за рубежом, но есть остатки журналистов, которые продолжают находиться в России. И, соответственно, и, естественно, Кремль пытается взять их под контроль, пытается как-то изменить эту ситуацию. Поэтому за последний год были, например, взяты под арест сразу несколько журналистов различных телеграм-каналов, которые писали неудобную правду о событиях в России и о элите. Они уже один раз попытались заблокировать телеграм, у них ничего не получилось, поэтому они вынуждены пока считаться с этим инструментом, и поэтому телеграм пока еще работает. Зебелл и Медуза пишут, что телеграм стал одной из важнейших площадок для политических медиа в России. За год войны суточная аудитория соцсети выросла с 25 миллионов пользователей до более чем 48 миллионов человек. По итогам 2022 года телеграм впервые смог обогнать WhatsApp по объему трафика и стал самым народным мессенджером, его ежедневно используют около 40% интернет-пользователей в России.